Дачный сюжет Пчелы уже облетелись К сожалению, которые я в тот раз В предыдущем ролике показывала Семью Сказала, что она хорошо перезимовала Нет, кстати, она как раз и пропала И получилось так, что она почему-то Поднялась кверху Но ни вперед, ни назад, ни в бока Она не пошла Но я посмотрела, пчелы было мало Видать, семья была слабенькая Поэтому она пропала Ну, что же теперь делать? Что же сегодня буду делать я? Сейчас я буду менять им днища Но прежде чем их менять Их надо прогреть Днища я почистила и подготовила Еще с осени Но все равно они всю зиму были у меня на улице Их надо прогреть И немножечко паяльной лампой обработать Сейчас я вам покажу, как это делается Обрабатываю я паяльной лампой Газовой Они продаются спокойно и на автозаправках В строительных магазинчиках Я вот себе приобрела с пьезорозжигом Вот, посмотрите Вот женщинам, кстати, это очень интересно Потому что со спичками это рыдание Потому что у меня была до этого, это я знаю Что это женщинам показывают женщинам Мужчины, я думаю, сами сообразят Вот здесь есть такой вот штуковинкой Открываешь Слышим, газ пошел И просто называем на рожек Все И вот теперь мы делаем вот так Все уголочки Может быть не так хорошо слышно Потому что лампы паяльной шумят Вот-вот-вот потихонечку-потихонечку Все уголочки еще раз обрабатываем Несмотря на то, что я все это обработала по осени Вот и пчелка летает Учуялый запах воска Запах прополиса Она прилетела в гости по мне Вот так вот Все, 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 все Все шовчики, все, 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 что можно Вот весь низ Вот эту прилетную дощечку На всякий случай Вот так вот Все, все, все Выключаем мы, конечно, это в обратном порядке Вот так И сейчас я еще обработаю стамесочкой Вот так еще раз Все пройду Вдруг где-то чего-то осенью забыла, не доделала Вот видите, вот немножко прополису осталось Мне нужно сейчас обработать будет Три дома дна Потому что пчела, конечно, все сама может почистить Но зачем утруждать? Пускай она лучше делами своими непосредственными занимается А мы им поможем Это не так сложно Я уже давно приладилась к этому делу Ну вот смотрите Вот такое днище у меня пойдет пчелам Вот мы пришли на мою пасеку У меня осталось, к сожалению, три семейки Вот они, они работают, трудятся, троженицы Вот они, вот они, вот они Почему-то снизу вот не хотят Потому что забито все, посмотрите Если вот видно Посмотрите, видите Это надо сейчас почистить все Поэтому, чтобы им не таскать Они летают через верх Вот они На пасеке, к сожалению, на своей махонькой Я еще не прибиралась Но думаю, успею прибраться сегодня Вот смотрите Видите, вот это вот опоношено Это семья опоносила Она не опоносилась Это получается Они уже опражняли кишечник, вылетая Ну вот видите, работают Вот обратите внимание У меня все разные ульи К сожалению Мне никто никогда не подсказал Поначалу Вот видите, вот здесь днище какое Высокое С подставочкой А вот это вот днище Вот какое Ну вот эта третья, конечно, она пойдет нормально Третья тоже нормально Но это пойдет Эти два днища подойдут друг к другу Под эти корпуса А вот это среднее, оно совсем другое Почему у меня так получилось Когда я приобретала Я еще не знала, буду я действительно серьезно этим делом заниматься или нет Ну и купила, в общем-то, там у одного дедушки Вот И получилось, когда все-таки мне это действительно понравилось Пришлось покупать еще дополнительно И вот получается, что Разные днища Так что, если будете приобретать Кстати, оказалось, ничуть не дешевле, чем я бы купила новый Который потом я отыскала, где можно купить И получается, что Надо желательно приобретать уже сразу одинаковые Чтобы не мучиться с корпусами, какой подходит, не подходит Крышами подходит, не подходит Те же днищами А, кстати, пчелки уже несут пыльцу Вот сейчас посмотрим, принесет или кто-то У нас уже начинает зацветать орешник Крокусы цветут И они уже прилетают с пыльцой Ну-ка, сейчас прилетит какая с пыльцой или нет Вон они, они, тружницы Я специально им маленькую дырочку оставила Пускай проветривается Но в то же время, чтобы большие не было дырочки К сожалению, пока нет Вот я увидела одну Хотела вам показать Пускай работают А сейчас я вам покажу, как я меняю днище Как это у меня удобно сделано Для того, чтобы корпуса и все остальное не ставить на землю Чтобы потом самой спиной не вытягивать У меня вот такое приспособление Видите, вот стоечка Чем она удобна? Когда нужно снимать магазины Я ставлю вот наверх Вот на этот наверх А сейчас я положу ее вот таким манером Вот видите как? И вот сейчас я буду делать Менять как раз все это дело Очень удобно Очень как раз нужная высота Мне она вот такая вот стоечка очень нравится А сейчас попробуем с вами Показать И покажу вам, как я меняю днище Итак, мы вот у этого улья будем менять днище Что я делаю Вот на свою подставочку Которую очень удобно по высоте Я сначала кладу крышу Крышу кладу кверху ногами Теперь Стамесочкой Немножко приподнимаю корпус Приподнимаю Конечно, это все-таки для женщины тяжело Но И ставлю на угол Угол на угол Поставила Теперь Убираю само днище Отношу его в сторону Не знаю, вам не видно Вот сейчас новое днище Я ставлю опять на это же место Точно так же В обратном порядке Я забираю корпус И ставлю его на место Осторожненько Потихонечку Не спеша Все Вот и все Вся проблемка Вот здесь пчелку Мы ее сейчас прогоним отсюда Она здесь не нужна Видите, на меня уже пчелки садятся Им это все-таки не очень нравится Вот и все Все мы проверяем Поправляем И теперь смотрим, что у нас Сколько было мусора Посмотрите, сколько мусора И вот вы представляете Все это пчелам надо вынести А у меня еще плюс Видите, днище И плюс На зиму я ставлю Чтобы более высокая была И вот представляете Если мы это не поменяем Во-первых, вот здесь легкая плесень Это естественно Сами понимаете При плесени жить Тошно И вот если мы не поменяем Конечно, очень пчелок будет жалко Это менять они очень долго будут Естественно, сейчас вместо того Чтобы молодняка Обсиживать Они будут Выносить все это дело Но мы поменяли Вот теперь сейчас пройдем Поставим и заградительную решеточку Пока мы поставим Сейчас я сделаю, чтобы вам видно было Вот она, заградительная решеточка Мы поставим Чтобы прям вот чуть-чуть-чуть было Вот она, смотрите Извините, потому что я сама Вот видите, чуть-чуть Потому что еще холодно А там уже молодняк И им достаточно вот этого Все Работать им уже По очистке улья не надо Поэтому я за то Чтобы пчелкам помочь А вот он мой дымарь Он мне хорошо Сейчас не пригодился Пчелок я совсем не потревожила Вот, но он Все-таки на всякий случай У меня дымит Так что Вот так вот надо менять днище Быстро Хорошо, аккуратненько Хотя на улице где-то 5-6 градусов Потому что днище меняется очень быстро Но на этом все Если понравилось мое видео Если вы нашли что-то интересное Что-то вам было полезное Поставьте лайки Подписывайтесь А с вами была Галина Всего вам доброго Добра Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!